Музыка 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 Самое видео будет обнаруженных мной интересных я, ну, я так думаю, по крайне мере это, религиозные символы которые сложенные из камней ну, базальтовых, либо в каменистых пустынях в основном эта область тосили на джер, хотя именно данные символы встречаются и на Ближнем Востоке, и в Ливане, и в Ливии. Это, разумеется, никакой не загон для скота, потому что они все имеют одинаковый символ, одинаковую форму, одинаковое направление, то есть они обращены строго в одном направлении, как будто это какой-то указатель. И на них еще, помимо этого, я там покажу уже в самом видео, есть еще два круга, вертикальный символ, и помимо в самих кругах есть еще такое затемнение, наложением камней и холмом. Они указывают какое-то направление. Я бы предположил, что они указывают какое-то направление. Ну, это тоже лично мое мнение, но помимо этого, они еще религиозный символ. Я бы датировал данные круги приблизительно третье тысячелетие до нашей эры, это пять тысяч лет назад. Ну, плюс-минус, конечно, кто его знает, насколько они древние, но я вот, насколько уже вот, я изучаю данные, различные артефакты, различные сооружения, и я могу сказать, что лично мое мнение, что я бы их датировал приблизительно ориентировочно третье тысячелетие до нашей эры. То есть приблизительно пять тысяч лет назад. Плюс-минус. Плюс-минус триста лет. Вот так вот я бы их датировал. Ну, что меня удивило, что как люди попали в это место. Чтобы дойти до этой тасилии на Джер, нужно перейти Сахару, в которой абсолютно нет воды. В данной местности, судя по космическим спутникам, вы можете увидеть, что там полно полузасохших руссий или рек. Там есть вода, ну, по крайней мере, в сезон дождей. Может, это фото, сделанное в сезон дождей. Он бывает там очень редко, но бывает. Иногда там дожди в Сахаре выпадают. Там не дождь, а тропический ливень выпадает. Мощностью как два месяца осадка выпадает в один день. Поэтому мы видим на фото, а некоторые фото, там есть даже вода. Но как люди попали туда, большой вопрос. И я думаю, что это какие-то религиозные символы. Это личное мнение. Если вы знаете, что это такое, можете высказать свое предположение. Ну, может, какие-то есть научные работники, может, они знают больше, чем я. Пусть выскажут. Я думаю, что это какой-то культовый религиозный символ. Некоторые говорят, что это погребение. Может быть, я не спорю, но помимо этого, это еще какой-то культовый религиозный символ, который имеет определенное направление, то есть обращен он с востока на запад. Размер самого большого круга, который я нашел, приблизительно по длине 152 метра. Ну, ориентировочно, в основном, их размер приблизительно от 42 до 60 метров. Это ориентировочно, плюс-минус. Хотя, может быть, и больше, может быть, и меньше. Есть и 70 метров, но самый большой именно, который я нашел, это приблизительно 152 метра в длину. Это довольно-таки гигантский круг. Сложенные они из камней. Есть подобные круги и в Ливии, и в Сирии, и в Саудовской Аравии. Ну, вот, как бы, основную массу, вот, именно я лично нашел, приблизительно, ну, первую из них я нашел приблизительно несколько лет назад. Это 2016-2017 год, может, чуть раньше, может, 2015. Я точно не помню по памяти, но это не важно, не имеет значения. Но основные, конечно, массу, вот, я как бы нашел в один день, буквально, вот, несколько дней назад. Меня это, конечно, поразило, что такое число их. То есть, это не какой-то один случайно забредший туда путник. Там жило, ну, приличное население. И вы не забывайте, это Сахара, это очень засушливый регион. Очень, ну, очень интересное место, очень малоизвестное. Как бы, лично сам я его нашел, я о нем не знал. Случайно наткнулся я там в Тасилино-Наджер. Интересное, кстати, я и по Тасилино-Наджер делал видео, там, как будто разбомбленные древние города, древние какие-то цивилизации. Ну, по официальной версии, это, конечно, не города, а какие-то... Ну, причудливая игра природы, следы выветривания, эрозий. Так что, советую посмотреть данное видео. Очень интересное. И действительно, это рукотворное. Это никто не скажет, что это там природное. Это рукотворное сооружение местных людей, которые жили там, ну, я думаю, приблизительно 5000 лет назад. Могу ошибаться, может, чуть-чуть меньше. Ориентировочно это Медный век, начало Бронзового века. Хотя, теоретически, может даже быть и конец каменного века. Я, конечно, не могу ничего утверждать. Это должны говорить специалисты, археологи, историки, которые исследуют данные круги, которые проживают в Алжире, в Тунисе, в Ливане, в Ливии, в Саудовской Аравии, в Сирии. Они же знают больше, должны знать, по крайней мере, больше об этих кругах. Может, там захоронение действительно под этими кругами. Я же там раскопки никакие не проводил. А они, возможно, где-то проводили раскопки. Может, находили тела, скелеты, людей. Так что, всем советую посмотреть данное видео. Очень интересно, очень интересное место. Разбросано по гигантской площади. Можно сказать, на 5000 километров. Субтитры создавал DimaTorzok Вот один, вот второй. Диаметр вот этого, ну, длина, вот такая вот длина, 152 метра. Это самый, наверное, наибольший, говорится, памятник, который я смог обнаружить. И вот тут вот еще есть. И вот еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот следующий вы видите образец. Направление то же самое, что и предыдущий. Но вот вы можете увидеть, что вот тут, помимо общего направления, есть еще такие, как бы, холменьки, которые, я думаю, на что-то указывают. Может, на расположение Солнца, может. Либо на какие-то ориентиры, что-то, может быть, указатель какой-то. Фигура очень древняя, приблизительно, я так думаю, что порядка 5000 лет назад. Это 3000 году нашей эры, Медный век. И вот вы видите следующую фигуру. Уже указателей нет, как бы она без. Хотя есть такие с указателями по вот этой вот внутренней линии. Тут никаких нет, только вот центральная. КОНЕЦ 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 Вот еще два памятника, один, как мы видим, более такой, как бы, присыпан уже более, а этот еще держится, хотя этот более поврежден, более разрушен природой. Если вы посмотрите на карту, то недалеко от дороги, совсем недалеко, и многие отмечали, что находится возле рек, реки там пересыхают, русло пересохших рек, это глубокая сахара. Можете посмотреть, где она находится, просили на джел. Музыка Тасили на жар от лжи. Я думаю, что это какие-то великиозные символы, в личном моем уровне, основанные на многих наблюдениях. Вот еще один уровень. Топические символы. Диаметр этого символа, ну, не диаметр, а длина. То есть символа приблизительно 72 метра. И вы видите, что тут есть как бы смещение. Я думаю, это какой-то указатель. Помимо центрального, тут вот это на что-то указывает. Я точно не могу сказать, может это расположение там звезд, луны, солнца. Ну, какой-то указатель. Может указание направления. Мы же не знаем как. Надо каждую фигуру относительно друг друга сравнивать и смотреть. Что они показывают. Может пересечение каких-то линий. Кто его знает, что он обозначает. Видите, где он расположен. Заселена. Вот следующий символ. Тоже. Видите, вот есть центральный, это вот. И есть вот такой вот как бы указатель. Ну, это лично мое мнение. Вот помимо, тут есть еще в самом рисунке указатели какие-то, которые на что-то указывают. Пробую приблизить сейчас камеру. Вот расположение его на карте сейчас покажу. Ну, как вы видите, это глубокая Сахара. Людей там фактически нет. Это труднодоступные районы, засушливые. Дожди бывают там крайне редко. Удивительно, что в таких как бы недоступных местах находятся вот эти вот символы. И эти символы встречаются и в Ливии, и в Саудовской Аравии, и в Сирии, и в Иордании. Ну, в пустыне как бы. Очень далеко за, ну, как минимум за пять тысяч километров и более от этого места. Вот вы видите тоже кольцевую окружность, но уже без вот такой вот вертикальной перегородки. Возможно ее уже, ну, либо она там ветрами сдула, либо песком присыпала. Короче говоря, вот такая форма. Просто круг и центральная, без второго круга и без вертикальной вот ножки. Расположение. Но это тоже все рукотворное, это человеческое, это не природа. В том же месте. Приблизительно они все расположены, как бы, относительно, ну, все в одной области. Вот мы видим следующий символ. И вот тут вы уже видите, вот смотрите, тут вы уже видите характерное вот такое вот, как бы, направление. Он указывает не по центру, не сбоку, а вот какое-то направление. Ну, может, я не знаю, может, это расположение звезд, может. Либо он указывает на какое-то направление, может, это какие-то указатели. Мы же-то не знаем, что там пять тысяч лет назад было, как минимум. Может, и более. Многие люди говорят, что и более, но кто его знает. Его расположение на карте сейчас покажу. Уже немного в другом месте, конечно. Вот мы видим следующий символ. Также без ножки. Просто круг концентрический. Сейчас я попробую приблизить. Я покажу его расположение на карте. Вот вы можете видеть. Эти все знаки обнаружены лично мной. Первые три из них были обнаружены примерно несколько лет назад. Ну, как минимум. Ориентировочно. Вот с 2015 по 2017 год я точно не помню. Остальные, ну, буквально несколько дней назад. Я, наверное, буквально в один день. Вот вы видите такие интересные, уже такие более вытянутые. Но два круга концентрических. Ну, как бы совершенно иные символы, но тоже вот это рукотворное. Это не природное тут. Нет даже ни тени и сомнений, что это дело рук человеческих. Природа так не делает. Это рукотворное. Любой археолог, любой историк, любой, кто хоть немного изучал подобные символы. Потому что он скажет, что, разумеется, это дело рук человеческих. Америку тут никто не открыл. Эти ж знаки кто-то-то изучает по-любому. От расположения на карте. Ну, вот тут вот уже, вы видите, очень интересно. Указатель указывает вниз. Может, это какое-то направление. Может, это чертова знает. Ну, как говорится, что это такое. Ну, вот идет внутреннее кольцо. И вот этот указатель, он на разных знаках по-разному. Вот тут вот его нет вообще. Хотя тут есть какая-то темная точка. Ну, скорее всего, что это при природе. А вот это вот, это четко указатель, вот, может, направление какого-то. Может, расположение на небе одной звезды или какого-то объекта. Относительно, вот, трудно сказать, что это такое, что там было пять тысяч лет назад. Это можно только гадать и предполагать. Вот вы видите два объекта тут. Кстати, это было обнаружено мной, ну, примерно в 2015-2017 годах. И вот тут вот должен быть, сейчас я покажу, должен быть объект сверху. Вот он, смотрите. Вот этот объект, вот этот объект, был случайно мной обнаружен впервые. Как бы, из всех этих объектов, это первые. Которые я лично обнаружил. Никто мне не показывал сам лично. Причем, случайно. Я, ну, люблю изучать местность Тайтасили-Наджа и окрестности. И вот я обнаружил, вот, смотрите. Вот один круг, второй круг и вот какой-то вот, как бы, указатель. Я думаю, что это какой-то указатель. Я не могу сказать, что это такое, как бы, у меня недостаточно знаний, что оно обозначает. Люди говорят, одни говорят, что это могильники, другие говорят, что это какие-то символы колодца. Я считаю, что это религиозный символ. Либо какой-то, ну, опять-таки, помимо религиозного символа, это еще какой-то указатель. Вот тут вот восток, вот тут запад. А это, возможно, какой-то указатель. Я не могу сказать. Я покажу расположение. Вы видите, что это Тасили-Наджа. И государство Алжир. То есть, впервые было обнаружено мной в государстве Алжир. Этот символ, именно вот этот, был впервые мной обнаружен. Остальные уже позже. Я уже, конечно, стал более изучать дальнюю местность, что там происходит и что это за символы. Именно этот был самый первый. Вот тут вы видите, ближе, область концентрических кругов. Раз, два, три, четыре. Сейчас я попробую увеличить. Раз, два, три, четыре. Показываю их расположение на здании. То же самое. Тасили-Наджа. На Лжир. Вот буквально только что я нашел еще один символ. Буквально прямо сейчас, листая по карте, еще один обнаружил. Их достаточно много. Лично я обнаружил уже больше 22, как минимум. Символов. Символов. Может, 23, около 25 символов. Символов. Собоим увеличить. Есть, есть. Видно, что это. Что это дело рук человеческих. Это не природное образование. Сейчас я покажу его координаты, чтобы видно. Сейчас я покажу его координаты, чтобы видно. Это место еще у меня не отметил. Только что буквально обнаружил. Вот его расположение на карте. Тасили-Наджер. Вы видите. сразу же. Это в Алжире расположено. Очень много их расположений. И как раз. Уберите этот метод. Эта деталь. Отделяйся на карте. Она любят смысл с кислородой для себя. Сильно. Нормально. Игруьте его поверхности. Уберите три минуты. Один уйдет. Уберите три минуты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok